Если придумать композицию вот этих штук, ну этих кубиков, это те же самые кубики, которые у Луки Никетто только маленькие, и он их расставляет. То есть разные фигурки, которых нарезать фигурки, пятиугольные обычно. То есть был диван, взяли его, перерасставили вот так. Ну на самом деле, если сделать их достаточно тяжелыми, то получается, что нет необходимости придумать механизм их открывания. Они не сдвинутся и так, их можно вручную перенести. Крепкий папа сам перенесет, а так сына позовет. Такой диван, собственно, даже трудно назвать опять же это диваном, такая мягкая мебель. Это интересное, возможно, даже одно из идеальных решений для пространств. Ну, во-первых, пространств не прямоугольных конструкций стен, окон, то есть когда нужно что-то ломаное. И для прямоугольных в том числе, когда прямоугольное выглядит очень-очень однообразным таким вагончиком от кухни до стола, до дивана и телевизора. То есть для того, чтобы избежать одинаковости и прямоугольности, можно разбавлять какими-то овальными формами стола. Трудно придумать в интерьере форму, которая была бы достаточно выразительной и при этом еще и утилитарной. То есть диван – это именно та штука, когда такая скульптура может появиться в центре комнаты, в смещенные центры комнаты и разнообразить само пространство. Он трансформируется в целую кучу разных интерьерных решений. Единственный, пожалуй, его недостаток – это то, что он огромный. И предположить себе гостиную с таким вот узлом нужно, ну, хотя бы дав своему воображению квадратов 80 на такую гостиную. У таких изделий очень важно использовать совершенно эксклюзивную ткань. Мы не видим здесь, здесь нет ни спинки как таковой, ни подлокотников. Здесь есть вот эта большая штука, которую можно назвать подушкой, а вообще это такой холмик, на который нужно облокотиться спиной, локтем, полулечь. Всегда будет какая-то очень яркая, очень экстравагантная ткань. Она становится, ввиду бедности формы, она становится очень важным действующим лицом сценария этого предмета. Субтитры создавал DimaTorzok Развитие той же темы. Два элемента, два огромных элемента, соединенных между собой. Вряд ли их можно слишком, ну, вряд ли можно этим много вариаций, как их расставить между собой. И вот этот вот спящий медведь. Медведь стилизованный, он не буквальный медведь. Ну, действительно, это что-то очень, очень экспрессивное для интерьера. Ткань всегда будет крутая. Диван низкий. Сколько это у нас? 40, меньше 40, 35, 38. Высокая спинка благодаря вот этим вот, ну, попе медведя. И тоже потребует достаточно большого пространства. То есть пуф плюс игрушка. Вот вам диван. Субтитры создавал DimaTorzok